Мой сын, военнослужащий Каминский Илья Антонович, в данный момент находится на Украине на спецоперации. С самого начала он находится там. Это обращение записала мать военнослужащего контрактника из Бурятии Оксана Плюснина. Она рассказала, что ее сын попытался расторгнуть контракт и написал рапорт об увольнении. Вместе с ним это сделали еще несколько сослуживцев. Также вместе с ним очень много бойцов написали отказ от действий, отказ от военных действий. Ранее у них у всех были изъяты документы, паспорта и военные билеты вследствие того, что они могут попасть в плен. Скорее всего это была уловка, чтобы забрать их документы. Илья Каминский служит в 11-й десантно-штурмовой бригаде, сформированной из военнослужащих Бурятии. Если судить даже только по данным в открытом доступе, бригада понесла серьезные потери. А рапорты об увольнении, по информации правозащитников, изначально написали свыше 70 человек. Примерно 64 человек из этой бригады погибли. И вот 77 человек, которые написали отказной, это много, это большой процент этой бригады. Потому что кто-то уже и в госпиталях лежит, там с контузиями и так далее. А эти ребята, которые выжили и под Киевом, и на Востоке, когда их перебросили, вот оставшиеся небольшие горские ребята, они решили, что судьбу испытывать не стоит. И следующими будем мы, и поэтому нужно себя спасать. Ни один из рапортов, утверждают родственники российских военнослужащих, так и не подписали. Часть отказников в итоге передумали и решили остаться. С остальными провели воспитательные беседы, а затем перешли к угрозам. Они угрожают уголовными делами, в первую очередь, и тем, что их отправят на передовую. Это основные типы угроз. И в частности их же разделили по группам, ну вот 8-10 человек. И якобы отвозят в СИЗО города Луганска. И я, по-моему, попал во вторую группу. То есть не в первую кого отвезли в СИЗО. И им начали рассказывать. Вот вы посмотрите на тех, что случилось с первой партией, кого отвезли в СИЗО. Вот их даже не довезли, а они уже резко все захотели на передовую. Им говорят, вот видите, как происходит. Вот они уже все хотят на передовую. Вот с вами будет так же. И вот всячески на них дарят таким образом. Это не единственный случай, когда российские контрактники массово отказываются участвовать в боевых действиях. Сообщается, что в июне рапорты подали около 150 военнослужащих из Бурятии. Им удалось вернуться домой. Теперь же, по данным правозащитников, в российской армии идут на различные уловки, чтобы ситуация не повторилась. Стараются договориться, но с самыми упертыми поступают как с преступниками. То есть их закрывают, как будто он совершил какое-то правонарушение. И вдалбливают им, кстати, то, что вы действительно совершаете правонарушение. Это незаконно. Покидать Украину незаконно и так далее. Хотя совершенно это не так. Контракт, как бы мобилизация не была объявлена, военного положения в стране нет. То есть контракт – это такая же работа, как и любая другая. И вы можете, у нас рабства нет, вы можете с нее уйти в любое время. Ну, там есть нюансы, конечно, но рапорт – это заявление на увольнение фактически. Где сейчас российский военнослужащий Илья Каминский – неизвестно. По словам его родственников, связи с ним нет. Вслед за матерью контрактника из Бурятии видеообращение записала и его супруга. Мой муж неоднократно писал рапорт на отпуск по рождению ребенка. Но этот рапорт так и не был никем подписан. Пожалуйста, прошу вас, помогите мне вернуть мужа домой и отца ребенку. Этот случай чуть ли не единственный, когда родственники решили рассказать о нем публично, отмечают в фонде «Свободная Бурятия». Как правило, они стараются не общаться с журналистами, а рассказывать о том, что с ними происходило, избегают даже те контрактники, которые все же сумели вернуться домой. Я считаю, что его мать поступила очень смело. Оксана Плюснина, которая опубликовала видео. Это фактически прецедент создан. Конкретная мать конкретного солдата записывает видео, в котором перечисляет, чем им там угрожают и куда их везут. Это очень важно. И если таких обращений будет больше, то и работа будет эффективнее. Сообщение о массовых отказах воевать приходит и из других российских регионов. Издание «Москва Таймс» сообщает, что около 300 человек из Дагестана сложили оружие и написали заявление о расторжении контрактов. Никто из них пока так и не решился публично об этом заявить. Субтитры создавал DimaTorzok